Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Они передают сигнал о происшествии по нескольким номерам телефонов. Звонок или СМС можно направить родственникам или в экстренные службы. Объем производства сельхозпродукции в Башкортостане увеличился на треть за последние пять лет. Экспорт при этом увеличился в три раза. По итогам прошлого года он составил 738 тысяч тонн, что в денежном эквиваленте 340 миллионов долларов. Свою продукцию аграрии поставляют в 44 страны. В регионе проделали работу по переориентации сельхозпредприятий и стимулированию их переработки сырья. Так, за пять лет в республике реализовали 12 подобных инвестпроектов. Объем капвложений составил 8 миллиардов рублей. Сельское хозяйство было планово убыточным. В 2018 году достаточно было большое количество банкротных предприятий. На сегодняшний день это все восстановилось и мы производим продукции больше, чем сами ее употребляем. В 2022 году это пик в сельском хозяйстве. Это рекордный урожай по зерновым и зернобобовым культурам, а также масличным культурам. Мы смогли достигнуть 592 тысячи тонн. Это был исторический максимум. С 2019 года в развитие сельского хозяйства вложили 57 миллиардов рублей. По итогам первого квартала этого года объем инвестиций составил более 2,5 миллиардов. Это на 57,5 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Власти региона намерены довести производство мяса к 2030 году до 600 тысяч тонн, а от товарного молока до 1 миллиона тонн. В Уфе могут подешеветь полисы ОСАГО. Стоимость снизится за счет изменения территориального коэффициента, который влияет на конечную цену страховки. Актуализировать значение предлагает Банк России. В целом по стране регулятор планирует повысить коэффициент для 18 территорий, где показатели убыточности по ОСАГО превышают среднероссийские. В то же время для 21 напротив снизить. Число городов, где предусмотрено снижение территориального коэффициента, вошло в Уфа. Сейчас КТ здесь район 1,64. Снизить его планируется на 5 процентов до 1,56. При этом в других населенных пунктах Башкортостана текущий коэффициент останется на прежнем уровне. Также Банк России планирует расширить в обе стороны границы тарифного коридора для общественного транспорта, мотоциклов и грузовиков. Он не менялся больше двух лет, несмотря на значительное удорожание запчастей и возросшую убыточность. Ну и добавлю, по итогам первого полугодия средняя стоимость ОСАГО в Башкортостане составляет порядка 6600 рублей. Это на 14 процентов ниже, чем в среднем по стране. Санкт-Петербургская биржа запустила торги акциями трех башкирских компаний. Свои бумаги разместили НЕФА, Стоймазинский завод автобетоновозов и Башинформсвязь. Акции республиканских эмитентов включены в некотировальную часть списка. Это означает, что бумаги не будут доступны розничным инвесторам и непрофессиональным участникам рынка. В разговоре с РБК УФА эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархата отметил, что в некотировальную часть списка ценных бумаг обычно попадают акции, на которые уже есть охотники. Как правило, это небольшой пул корпоративных и институциональных инвесторов, которые не собираются активно торговать акциями. А само такое размещение скорее является способом финансирования предприятия реального сектора. В то же время недопуск широкой массы непрофессиональных инвесторов защищает эти бумаги от спекулятивной торговли и волатильности, подчеркнул эксперт. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.